всем привет сегодня у меня на обзоре будет тюнер satcom t505 avc это т2 тюнер на процессоре gx 6701 тюнер компания satcom уже известная на нашем рынке этот тюнерок обычный с поддержкой dv bt2 dvbc поддерживает он айпи тиви кодек h264 имеет 2 usb выхода youtube и кинотеатр мегагу ну давайте сейчас посмотрим на комплектацию комплектации идет идет мануалочка в которой все подробно описано как подключить как настроить описание выхода входа в тюнер ну неплохое можно сказать мануалочка все подробно описано так что настроить данный тюнер может любой дальше у нас в комплектации идет блок питания 5 вольт 1 и 5 ампер неплохой блок питания выносное это большой плюс есть шнур миниджек и тюльпаны есть в комплекте также батареечка это тоже хороший плюсик ну и в комплекте идет такой блок такой пульт все кнопки на месте пульт компактный небольшой так как тюнер сам небольшой компактный ну и сейчас посмотрим на сам тюнер ручек тюнер вот такая передняя каная панель здесь и на передней панели кнопочка включения меню и переключения каналов нажимается отлично есть такой экранчик зеленой подсветкой спереди usb разъема решеточка для вентиляции пусть корпус у нас пластиковый сзади у нас антенный вход антенный выход еще один юсб вход для подключения wi-fi адаптера или флешки и в ход и блок питания ну а давайте сейчас мы подключим этот тюнерок телевизору и посмотрим как он работает и какая прошивка мы если и старая поставим новую ну и так далее итак при включении видим такой синий экранчик заставочка сад ком сейчас мы посмотрим так какая у него версия прошивки вот сразу включается меню чтобы сразу отсканировать но мы зайдем и посмотрим на версию прошивки версия прошивки у нас от 0 7 0 6 21 года и сейчас попробуем обновить обновляется он через юсб флешку выбираем путь к файлу вот он у нас прошивка прошивочку я брал на сайте я rexat info дам все есть актуальные прошивки на разные модели тюнеров ресиверов спутниковых комбо т2 так что советую этот сайт можете зайти и найти прошивку которая вас интересует ну а мы сейчас установим прошивку на нашу модель садком т-505 как вы видите прошивочка восстановляется очень быстро обновляется здесь все и посмотрим вот прошивочка у нас остановилась и сейчас мы посмотрим как она работает и вообще что это за прошивочка так вот она уже у нас остановилась сейчас мы посмотрим какая теперь стала версия прошивки выбираем раздел информация и у нас прошивка от 7 0 6 21 года тоже можно сказать та же самая прошивка но в этой версии которую я взял на сайте rexat youtube и мегагол должны работать без проблем но это мы проверим на сейчас мы пройдемся по меню и для начала мы отсканируем и наши каналы выбираем т2 выбираем на регион украина и ну и включаем питание антенны так как у меня антенна наружная поэтому нужно это все включить и выбираем автопоиск и включаем сканирование каналов сейчас мы подробно отсканируем следующем видео я выпущу более подробно как сканируются каналы какие каналы вообще можно смотреть в украине ну а здесь пока так по-быстрому все отсканируем посмотрим какие каналы поймаем ну и пройдемся по меню вот мы видим каналы сканируются ну видим какие у нас каналы есть и качество картинки в этом тюнере неплохое отличные есть каналы даже в формате hd есть формате sd поэтому для просмотра телевизионных каналов dvb т2 это тюнер можно сказать отличный вариант так сохраняем наши каналы ну и вот смотрим на картинку каналы все отсканировались отлично все показывает каналов около 40 штук штук может и больше поэтому вот увидите список каналов но следующем видео я уже как говорил там подробнее поговорим о этих каналах пройдемся посмотрим как они показывают и какая картинка нам и в этом тюнере сейчас пройдемся по меню первый раздел в нашем меню это редактор каналов с кнопочкой 1 выбирая кнопочка 1 нужно удалить каналы 2 перемещать с кнопочкой 3 можно тоже подвигать каналы кнопочка 4 можно установить родительский контроль пароль здесь четыре не четыре нуля сколько здесь шесть нулей и можно установить пароль но здесь взрослых каналов нет поэтому смысла я не вижу и установить фавориты также есть тв-гид если программа на какой канал не имеется можно с помощью тв-ги да посмотрите программу сортировка каналов по номерах по униду по частоте по сервису аиде и ну кому как нужно можете настроить логическая нумерация можно включить выключить авто обновление название канал если канал вдруг какое-то название меняет будет он авто обновляться это все можно включить следующий раздел это у нас изображение можно установить соотношение сторон и разрешение тв-формат полосиком и нтс тоже ну желательно ставить пал как так как эти этот формат и идет в нашем регионе и канал идут в этом формате можно настроить меню и настройка дисплея можно установить и яркость дисплея и информация на дисплее часы или номер канала тоже кому как удобно можете под себя настроить следующий раздел это настройка каналов можно настроить дэви бита 2 и дэви биться это кабельные каналы если у вас есть кабельный оператор можно с помощью этого тюнера сканировать кабельные частоты также есть настройка часов и сон режима ожидания настройка таймера и включение-выключение данного тюнера все это можно настроить настройка языка настройка apg субтитров язык субтитров 1 2 звуковая дорожка и цифровой звук авто все это можно настроить следующий раздел это система родительской контроле как я уже вам раньше показывал можно включить выключить но здесь возрастные ограничения можно от 0 там 12 тоже все установить также можно установить пароль сброс на заводские настройки информация о данном тюнере обновление п.о. и настройка сети настройка сети можно подключить wi-fi адаптер 7601 я этот в основном пользуюсь и нас подключиться к сети интернет здесь мы вводим пароль сохраняем наш пароль и ждем пока появится галочка напротив вашей сети сейчас мы немножко подождем это моя сеть и вот галочка появилась и мы подключились к вай фай сети для чего подключаться к вай фай сети мы я вам покажу дальше ну и power on control можно включить и выключить и все это настроить дальше мы переходим к следующему меню следующее меню это у нас мультимедиа можно с флешки смаз просматривать файлы также можно с флешки просматривать фильмы данный тюнер поддерживает кодек аши 264 можно просматривать музыку и картинки настройка записи есть таймшифт можно записывать программе на флешку если подключить ее к тюнеру и интернет функции первая интернет функция это погода вот для этого мы подключали wi-fi адаптер погода у нас на пять дней можно выбрать свой город и просматривать погоду на под ней вперед что очень удобно здесь есть разные города как вы видите есть и у нас функция youtube вот я уж установил эту прошивку сайта я рексад и вот видите youtube работает так что прошивочка у нас хорошая сейчас мы запустим какое-то видео посмотрим как она вообще работает давайте выберем какое-нибудь видосик и запустим его ну что давайте вот этот топ 13 фильмов запускаем и как мы видим фильм нас пошел идет все нормально давайте еще какое-нибудь видео запустим вот например игры дети любят этот раздел смотреть всякие майнкрафты и другие игры вот смотрите вот пошел ролик о майнкрафте для детей так что youtube работает есть rrs новости которые уже идут переведена мне на английском кто любит новости это все можно новости почитать но давайте выберем какой-нибудь раздел вот раздел экономика социальный мировой ну например раздел спорт выбираем спорт заходим новостные листы вот сюда первый например нажимаем кнопочкой окей и читаем новости для любителей почитать есть хотя этот раздел а раз новости не очень популярные ну вдруг есть любители можно почитать все на переведенном знакомом языке есть айпи тиви лист айпи тиви работает на этом тюнере отлично можно айпи тивили скачать на флешку юсби и установить и смотреть айпи тиви передачи найти я думаю не проблема в сети сейчас много разных рабочих айпи тиви листов установить на флешку и просматривать есть сталкер портал тоже если вы зарегистрированы в даром нам сервисе можно установить этот сервис активировать и смотреть айпи тиви и фильмы и также есть и кинотеатр мегагул который тоже прекрасно работает на даром тюнере сейчас мы попробуем запустить какой-нибудь фильм фильм запускается довольно быстро ну и вот принципе неплохо так что это тюнер находка в бюджетном сегменте он стоит вот небольшие деньги работает все прекрасно и интернет функции данный тюнер компании садком я советую мне очень эта компания понравилась потому что у них отличные по всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал нажимайте кнопку спонсировать за небольшие деньги вы тоже можете получить получить очень много всяких плюшек почитайте в раздел спонсорства ну и до новых встреч до новых встреч